Пару видеонаблюдения и сквер. ППМИ возвращается. Активисты уже подготовили новые проекты. Программа по поддержке местных инициатив была отменена в прошлом году. Пандемия, запреты. Не до этого было. Как годовое затишье может повлиять на сбор денег и на выполнение работ, выяснила Елена Шарыгина. В комментарии по программе поддержки местных инициатив уже сделали сквер в Озерках, отремонтировали и осветили тротуары. Теперь на очереди старая ярмарка на Павла Корчагина. Торговые ряды переехали, за пустырями никто не следит. Хотели привести в порядок еще в прошлом году, но ППМИ отменили. Будет дорожка из брусчатки, освещение, лавочки. Вот эта площадь, она будет также сделана газонной решеткой, чтобы не было лужи. Стоимость проекта почти полтора миллиона рублей. С людей соберут чуть больше двухсот тысяч. Но здесь могут быть трудности. Люди за год отвыкли вкладываться в благоустройство. Да и доверие пошатнулось. Вдруг опять все отменят. По этой же причине Валерий Семенищев в своем доме решил с людей деньги не собирать. Их возьмут из фонда содержания общего имущества. Нужно 120 тысяч, а в фонде их несколько миллионов. Мы должны сделать тротуары от третьего до пятого подъезда и от седьмого до восьмого. Мы хотим у мусорной площадки сделать дополнительный отдел под раздельный сбор отходов. И мы хотим установить дополнительные видеокамеры. То есть вот на нижнюю зону там у нас парковка. Парковку, кстати, тоже по ППМИ сделали, как и детские и спортивные площадки. Это поистине народный проект, считает консультант Михаил Шевелев. Не все при помощи программы наводят, как говорится, красоту. Некоторые эти деньги тратят на видеонаблюдение, водопровод или пожарные водоемы. То есть они в любом случае хотят решить те вопросы, которые у них наболели или они к ним готовились. Я уже говорил неоднократно о том, что местная инициатива в рамках проекта по поддержке местных инициатив достаточно большая работа. Соответственно, проведя ее, они рассчитывают на то, что эта работа будет закончена. Годовой отпуск не сказался на популярности проекта, рассказала министр соцразвития области Ольга Шулятьева. Заявок подано много, все они разнообразные. Победители уже известны. Было подано 495 заявок для участия в конкурсе 2020 года, из которых 432 были допущены к участию в конкурсе. В конце ноября месяца были уже определены победители из этого списка. То есть победителями стали 233 проекта. Многие участники конкурса подходят к благоустройству, что называется комплексно. Участвуют сразу в нескольких проектах. Например, по программе формирования комфортной городской среды ремонтируют двор. А по программе поддержки местных инициатив строят детские и спортивные площадки. Продолжение следует...